На мнение о дальнейшей реабилитации сроком на 10 дней не езжу и прошу, что в течение приговора в самую силу не брать меня под стражу. Вину свою признал полностью. Держался, но голос его выдавал. В этот раз судья Колесников по другую сторону правосудия. Последнее слово – просьба. До вынесения приговора не брать его под стражу. По состоянию здоровья, да и чтобы напоследок обнять родных. В зал подсудимый пришел. Сразу с вещами. Приговор оглашается. Именем Российской Федерации 21 июля 2020-го суд приговорил признать Колесникова Владислава Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом в части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет со штрафом в размере 8 миллионов рублей. Еще в 2017-м Колесников получил от посредника своего коллеги Руслана Терри взятку – 800 тысяч рублей. За эти деньги Колесников вынес решение в пользу одной из организаций, судившейся с налоговой. В итоге посредник Терри свой срок получил в январе этого года. Сегодня Фемида склонилась и над Колесниковым. Сам он едва пережил правосудие. В судебном заседании дважды, насколько я помню, происходили события, свидетельствующие о том, что он действительно терял сознание, как перед судебным заседанием, так и во время его проведения. Впоследствии были представлены документы, свидетельствующие о наличии у него заболеваний. И мной было заявлено ходатайство о проведении повторной экспертизы с целью установления его психического состояния на момент совершения преступления и в настоящее время. Приговор понятен. Срок порядка обжалования 10 суток. Судя по результатам экспертизы, Колесников вполне готов для отбывания заключения. Под стражу судью взяли в зале суда. Да, судью. Прекращать его полномочия будут позже компетентные органы. Впрочем, вернуться в судебное кресло шанс у него есть. После отбытия основного наказания и после отбытия основного наказания, еще в тени трех лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций представителя власти сроком на три года. Кстати, заявка прокуратуры на семь с половиной лет под стражу удовлетворили практически полностью. Из-за маленьких детей смягчили на полгода. Не так часто, в принципе, привлекают к уголовной ответственности судей, в принципе. Но у нас такой прецедент уже был до этого. То есть у нас привлекли к уголовной ответственности судью Терри. Также это одного из участников этих событий, по Колесникову. Я так думаю, что через некоторое время, потому что возбудили уголовное дело еще по одному суде, арбитражного суда Алтайского края, это по Городову. Будет ли Колесников подавать на апелляцию, точно пока неизвестно. Его адвокаты от комментариев отказались, но несогласный с приговором точно есть, как минимум, супруга. Никита Ермаков, Николай Шелко. День с толком.